Вы могли это узнать раньше от меня, чем вы бы ждали вот всё это глобальное обновление. Сделай, пожалуйста, разбор, сделай какой-то обзор, может быть, разумеется. Новая карта. О ней я уже рассказывал, я уже проводил. Ну, не предложено абсолютно, поэтому, ну, я думаю, вы всё это понимаете. Также добавили систему семей. Кто не знает, что такое система семей, вы, возможно, там, я не знаю, играли когда-нибудь и не в друзья, и во всё прочее меня как бы, ну... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Всё, что я могу сказать в начале данного видеоролика, это то, что меня завалили просьбами сделать обзор на глобальное обновление на Блэк Раше. Потому что вот буквально многие мне написали, буквально вообще все вот, кто абсолютно мог на моей страничке ВКонтакте. Кстати, добавляйтесь в друзья, я добавляю абсолютно всех, давайте добьём мне уже тысячу друзей. Я хочу этого, я этого желаю и добавляю абсолютно всех. Но если вы меня удалите из друзей, я просто не знаю, что я с вами сделаю, потому что вы тогда будете конченными вообще тварями, которые, ну, непонятно вообще, как такое могут делать. Однако, ладно. Потому что мне написали вообще вот все друзья, которые добавились у меня там с КРМП, с каких-то вот этих вот прочих вещей, которые до этого мне что-то писали. Они все написали, сделай, пожалуйста, разбор, сделай какой-то обзор, может быть, разумеется, не сам по обзору, он выйдет немного попозже. Сделай обзор на глобальное обновление на Блэк Раше. Я так типа подумал, подумал, посмотрел и такой думаю, да ладно, сделаю, чё нет-то? Для меня, понимаете ли, обзор обновлений это что-то такое уже, то, что у меня вот там вот сидит где-то внутри в сердечке. Я такой типа, вот, да, там то, это, сё. Вот просто и сейчас я вам, разумеется, всё это расскажу в наилучших, найдичайших подробностях. Давайте приступим. Итак, первое, что нам показывают в данном видеоролике, это новая карта. О ней я уже рассказывал, я уже проводил некий обзор на всю эту карту. Нам просто её показали более детально, рассказали, что там будет вот эта вот вся гора, о которой я уже говорил, то, что вот там вот теперь там карта стала насыщеннее, теперь карта стала лучше, теперь на карте больше всего. Ну, в общем, то, о чём я уже рассказывал вам, поэтому, ну, вы могли это узнать раньше от меня, чем вы бы ждали вот всё это глобальное обновление. Думали, гадали, ох, а чё там будет, ох, а чего там не будет, вот. Поэтому подписывайтесь на мой канал, и вы всегда будете знать, что вообще будет на Black Rush или на каких-то прочих вот этих вот всех проектах. Подписывайтесь, и никогда, и ничего, и никогда нигде не пропустите. Далее, что нам показали? Новые машины. Наверное, если вы смотрели один из предыдущих моих видеороликов касательно Arizona RP, вы можете знать моё отношение вот ко всем этим новым машинам, но это к РМП, и типа, ну, тут без этого просто невозможно, и там добавили новые машины, о них там рассказали всё, сказали, вот там будет такая машина, там будет всякая машина, там будут вот те машины, потом добавили эту машину, потом добавили ту машину. Мне это не особо интересно, но если вам всё это нужно было, то, разумеется, вы просто так купить не сможете, вам нужно будет либо работать миллиард лет, либо вам нужно будет задонатить. Тут уже, знаете, одно из двух, а другого, ну, в принципе, ну, не предложено абсолютно, поэтому, ну, я думаю, вы всё это понимаете. Теперь ещё и добавили гаражи, в которых можно жить, и в которых также можно ставить свои машины, создавать там какие-то вот эти вот все свои автопарки, автопаркинги, там всё это скрининг, говорить, вот, у меня вот такие вот машины есть. У меня есть BMW, у меня есть Mercedes, у меня есть там Ferrari, Lamborghini, и всё это у меня есть на BlackRush, и всего этого я добился сам, и мне никто не помогал, даже донат, даже мои деньги, даже деньги моих родителей, даже деньги моих, возможно, спонсоров с YouTube, мне ничего не помогал, и никто не помогал, и я всё это купил сам. Вот, чтобы вы всё это прекрасно понимали, я всё это купил сам, вот, да, поэтому без всего этого давайте, и я всё это купил, да, я всё это купил, да, я молодец, я крутой, и я вообще, ну, самый классный. Также добавили систему семей. Кто не знает, что такое система семей, вы, возможно, там, я не знаю, играли когда-нибудь на Гранд РП, либо вообще слышали обо всём вот этом вот, знаете ли, проекте, о том, что вот там есть система семей, можно закупать свои машины, может там, я не знаю, по-моему, назначить место спавна вот этой вот всей семьи, потом там есть какие-то воины семей, то есть там можно заражаться за уважение, за авторитет, за все вот эти вот прочие вещи. Не знаю, насколько практично эта система будет на Блэк Раше, но система семей, она уже есть абсолютно на каждом ГТА-самповском проекте и практически на каждом ГТА-самповском проекте на Андроид, а вот в ГТА-крмп, ну, я такого особо не видел, если вы всё это видели, не пишите всё это в комментариях, напишите мне всё это в личке ВКонтакте, добавив меня предварительно обо всём вот там в друзья и не в друзья и во всё прочее меня как бы, ну, добавьте. И что меня больше всего поразило, так это новые квартиры на Блэк Раше, потому что они буквально вот интерьер вот этих вот всех новых квартир, это просто, это вот знаете, несмотря на то, что я ненавижу КРМП и мне оно не нравится, и типа я вообще не знаю, кто может играть в КРМП, но вот новые квартиры на Блэк Раше, вот это я понимаю. Вот это в самом деле то, что вот, ну, чем можно гордиться, то, что можно вставлять в какие-нибудь анонсы, то, что можно вообще показывать, потому что новые квартиры на Блэк Раше, они сделаны круто. Вот знаете, что-то вот наподобие ГТА-5, причём представьте, вот эти вот все квартиры в ГТА-5 онлайн и вообще там в ГТА онлайн и вообще в ГТА-5 и вообще во всех прочих играх Рокстара, они же делаются самими рокстаровцами, то есть они прям вот, ну, сидят кропотливо всё это делают за зарплату, вот это вот всё прочее. А тут чуваки чисто на энтузиазме, на респекте, ну, разумеется, на респекте с донатой и всего прочего, они всё это делают, тем не менее сравните команду Рокстара и команду Блэк Раш. Я думаю, что Рокстар, ну, явно будет посерьёзнее, а тут вот такие вот интерьеры на мобилке, господи, вот тут прям, знаете, уважение и даже мне всё это понравилось. Аукцион, ну, это такая, знаете, сомнительная система, потому что я не уверен, что ей будет кто-то пользоваться, это система на уровне какого-нибудь, я не знаю, там, центрального рынка на Резона РП или того же самого Аукциона на Самп РП, только теперь это всё на Блэк Раше. Ну, наверное, неплохо, наверное, кому-то это всё-таки приглянётся, но лично я не знаю, пользовался бы я этой системой, будучи игроком Блэк Раше или не пользовался бы, я это точно не могу сказать, да и мне, в общем-то, абсолютно точно без разницы, но система, вот, там, знаете, Аукцион, наподобие Ебэй, выставляете там свою какую-то симку, люди за неё борются, там ставят свои ставки, ставят всё прочее, и тот, у кого ставка больше, тут всё это забирает, и в целом это круто, и в целом это классно, но, типа, ну, ну, такое. Я не знаю, будет ли этим кто-то пользоваться, не будет ли этим кто-то пользоваться, но вот такая система, она однозначно есть, а уж чем точно будут пользоваться, так это деревня, там можно купить себе, насколько я понимаю, домик, либо какой-то подвал, либо у домика есть подвал, и вот там выращивать все самые, вот такие, знаете, интересные травы, от которых потом, ну, такое, знаете, настроение поднимается, и это даже не трава из разряда чего-нибудь такое, не грустин, это вот нечто такое запрещённое, и вот на Блэк Раше оно теперь всё будет, можно будет всё это вырасти, Можно будет подождать там, когда все это взойдется, зреет и вообще, ну, чтобы все было, так знаете, интересно у вас, чтобы вам было, так знаете, поинтереснее немножечко, возможно, поиграть. И дальше, ну, идет не такое уже все интересное, потому что потом там идут кейсы наподобие Аризоны, там у них есть, я не знаю, бронзовый, серебряный, золотой и автомобиль. Но при этом нужно уточнить, что в каждом кейсе есть возможность выпадения прям экстра какого-то ценного подарка, экстра чего-то вот такого, знаете, дорогого. И, насколько я понимаю, все эти кейсы будут за донат. Далее у нас идет управление авто через текстдравы, ну, то есть вот такое, вы знаете, текстдравное меню, такое все красивое. Одной кнопкой можно закрыть автомобиль, включить фары, там, я не знаю, что-нибудь открыть, закрыть дверь и все прочее, но я думаю, вы это все понимаете. Еще я также пропустил систему Blackjack, но о ней я уже рассказывал и не вижу смысла как-то еще раз на всем этом заострять свое внимание. Потом есть съемные номера на авто, которые можно снять и, допустим, поставить на другую машину, когда вы, допустим, продаете свою машину. Снимаете какие-нибудь красивые блатные номера и потом вот ставите все это на другую машину и вроде как это все, ну, неплохо поработано, неплохо сделано. И в это нет смысла углубляться вообще, поэтому, ну, что-то как-то вот так. Потом есть полицейский КПК, вот что-то наподобие GTA 4 и, ну, 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 такое-се, может там, знаете, отследить преступников, отследить какие у него там машины, объявить кого-то в розыск. Ну, мне это неинтересно. И самое такое, что, наверное, вообще неинтересно из всего того, что я тут назвал, это новые скины. Ну, типа, есть они, нету их, кому вообще какая разница на все это. И вот это вот все глобальное обновление на Блэк Раше. Не сказать, что я ждал чего-то большего, но и этого как-то мало. Какие-то такие косметические, я бы сказал, добавления и чего-то особо такого интересного тут, ну, не особо есть, хотя все это, разумеется, на ваш суд. А я играл на проекте Arizona RullyPlayFenix. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все мои прочие вещи. Они как бы находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, узнавайте всю эту информацию там и делайте какие-то прочие вещи там же. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Наверное, всем да.